Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ с последними событиями в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях. Внимание, бруцеллез! В Дагестане отмечен рост заболеваемости среди крупного и мелкого рогатого скота. Вечные поиски и изучения. Сегодня день российской науки. Об этом в выпуске. В Махачкале стартует юниорское первенство Северокавказского федерального округа по греко-римской борьбе. О последней тренировке сборной перед стартом в спортивном блоке новостей. В Дагестан прибыла с рабочим визитом большая делегация Министерства экономики России во главе с его руководителем Максимом Орешкиным. Вместе с главой Дагестана Владимиром Васильевым, премьер-министром республики Артемом Сдуновым гости постили древнейший город Дербен, где экскурсоводы ознакомили их с архитектурным комплексом «Цитадель Нарын-Кала». В рамках поездки запланированы официальные встречи и совещания по экономической ситуации в республике. Внимание, бруцеллез! В Дагестане отмечен рост заболеваемости среди крупного и мелкого рогатого скота. Так, в 17 районах, в числе которых и крупные города республики, зарегистрировано 714 животных, заболевших бруцеллезом. А в Буйнакском, Гунипском, Левашинском, Новолагском и Хунзакском районе отмечены случаи бешенства. Впервые за последние три года выявлен туберкулез крупного рогатого скота. Так, две больные коровы обнаружены на территориях личных подсобных хозяйств Кумторкалинского района. В указанных неблагополучных пунктах уже проведены необходимые меры для ликвидации очагов заболеваний. Для предупреждения заболевания необходимо соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования. Приобретать животную чайскую продукцию следует строго в магазинах и на рынке. При покупке требуют документы, подтверждающие проведение ветеринарной санитарной экспертизы. Отметим, инфицированные животные несут большую опасность для человека. Ведь бруцеллез, бешенство и туберкулез характеризуются поражением многих систем жизнеобеспечения органов и тканей, а также функции головного мозга. Реконструкция канала Октябрьской революции. Новые механизмы организации застройки и как сделать Дербент привлекательным для туристов. Эти и другие проекты представили участники кадрового конкурса «Мой Дагестан». Защита финалистов прошла накануне в Махачкале. Тему продолжит Замрут Гамидова. Участниками были представлены проекты по развитию городов. Так, команда Каспийска представила на суд руководства региона проект «Новая жизнь старых систем». Он поможет решить проблемы водоснабжения города. Сегодня в Каспийске проживают более 100 тысяч человек. Их численность будет только расти, причем и из-за переноса Каспийской флотилии. А водопроводные сети, которые были заложены еще в прошлом веке, не справляются с потребностями растущего города. Премьер-министр республики дал оценку проекту и указал на некоторые недочеты. Вопросы возникали в части источников финансирования. В Каспийске достижимость должна быть. Когда мы говорим обо всем, это практически ни о чем. Поэтому Ольга Владимировна пыталась сейчас навести на эту мысль, что вы разбите на этап. Потому что в любом проекте должен быть источник финансирования, ресурсы. Если их явно на весь проект не хватает, значит он просто развалится. Реконструкция канала Октябрьской революции позволит решить ряд проблем в столице республики. Команда предложила засыпать территорию коры, а воду пустить по трубам. Это станет решением экологических проблем, разгрузит автомагистраль и создаст дополнительные площадки зон отдыха. Проект вызвал интерес ей у градоначальника. Салман Дадаев предложил детально изучить опыт тех субъектов, которые успешно реализовали подобные проекты. Основной вопрос это финансирование. И если вы сможете на самом деле детально проработать вопрос финансирования, потому что он коллега, к сожалению, сырой. Если вы сможете детально проработать, то опять-таки возвращаясь к каждому, проект ожидаемый, проект востребован. Сделать Махачкалу чище и комфортнее предложила команда Махачкалы-2. Среди основных проблем города называлась точечная застройка, отсутствие единого архитектурного облика, мусор на дорогах и многое другое. Для их решения нужно выработать целый механизм. А вот команда Дербента знает, как увеличить туристический поток путем создания этнокультурных зон, где будут представлены традиции народов, проживающих в Дербенте. Здесь найдут место и гостевые дома, оформленные в этно-стиле. Это станет точкой притяжения для туриста, вокруг которого станет активно развиваться местный бизнес. При этом, по словам участников, реализация проекта не потребует значительных средств. Мы решили, что для того, чтобы максимально проработать и сделать наш проект максимально эффективным и удобным, надо определить такой проект, на который сами жители города готовы будут потратить свои средства и не требовать средств от города. Все презентованные проекты получили положительные оценки экспертов и вызвали интересы у президиума. По завершению мероприятия всем участникам были выданы удостоверения о повышении квалификации. Для чего этот конкурс? Для того, чтобы мы с вами получили тех ярких управленцев, которые мы уже на сегодняшний день имеем. Из 54 ребят, которые победили на конкурсе, 21 уже назначен. Этот процесс идет, он не прекращается. В ближайшее время мы кого-то там еще посмотрим на какие-то номинации, тоже будем назначать. Такой формат образовательной программы в Дагестане используется впервые. Конкурс показал, что из вузов республики выходят конкурентно способные кадры. Замрут Гамидова, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня день российской науки. Профессиональный праздник докторов наук, профессоров, доцентов и научных сотрудников различных кафедр. Луиза Раджабова побывала в Дагестанском научном центре Российской академии наук и увидела интересные разработки наших ученых. Это будет чуть громко. О том, что научный эксперимент будет сопровождаться громким звуком, нас предупреждают сразу. Здесь, в Центре высоких технологий и наноструктур Института физики, ведутся не только фундаментальные исследования, но и работы, направленные на скорейшее внедрение полученных результатов. Вот мы все знаете, что такое ЖК-монитор. Ну, скажем так, телевизор, ваш мобильный телефон, вот ваш смартфон. У него есть несколько слоев. Ну, вам это не обязательно, главное, чтобы хорошо звонил. Но, в принципе, по сути, он состоит из многослойной сэндвич-структуры. Они должны быть прозрачные, во-первых, потому что вы должны видеть ту картинку, которая формируется. Но, в то же время, для того, чтобы эта картинка формировалась, они должны проводить электрический ток. Вот вам пример вот такого покрытия, который разрабатывался здесь. Это один из возможных функциональных слоев. Видите, оно прозрачное, достаточно прозрачное стекло. Но, в то же время, видно, там небольшое покрытие имеется. Это покрытие проводит электрический ток на уровне хороших проводящих металлов. Эти порошковые материалы отличаются высокой удельной поверхностью и, как следствие, уникальными химическими и физическими свойствами. Они могут быть использованы в качестве основы при изготовлении композиционных материалов различного назначения. То есть, они позволяют снижать тепловую нагрузку на помещение. Летом они снижают нагрузку для кондиционеров, потому что препятствует поступлению тепла снаружи. А зимой обратно работают как тепловое зеркало, отражая внутреннее тепло и не позволяя ему выходить наружу. А вот в этом отделе ДНС работают над учебниками по истории Дагестана. Отдельные книги издавались в 90-е и несколько позже. Но весь период, начиная с древних времен, до наших дней охвачен не был. Эту проблему решил Институт истории, археологии и этнографии, где авторский коллектив из шести человек уже завершил написание пяти учебников – шестого по десятый класс. То есть, впервые созданы книги, где изложена вся история Дагестана. Мы, авторы, подбирали иллюстрации, подбирали карты, подходящие по тому или иному периоду историю. То есть, мы, авторский коллектив, свою задачу выполнили – подготовили тексты пяти учебников по истории Дагестана. Теперь дело за Министерством образования Дагестана, которое должно заключить договор с издательством просвещения в Москве, центральное издательство, и надеемся, что наше министерство окажется на высоте, и учебники, уже подготовленные нами, в сентябре 2019 года поступят в дагестанские школы. Пока одни работники пополняют сокровищницу знаний новыми книгами, в фонде восточных рукописей бережно следят за древними изданиями. Здесь собрано труды на арабском языке, которые сотрудники фонда в ходе археографических экспедиций собирали по всему Дагестану, начиная с 40-х годов прошлого века. На сегодняшний день здесь хранится более 3000 рукописей арабоязычных. Это самая крупная на Северном Кавказе книжная коллекция арабоязычных рукописей. Уже оцифровано более 1200 рукописей. Идет процесс, наши сотрудники выезжали в Объединенные Арабские Эмираты, где стажировались в течение месяца. Они потихоньку улучшают свои навыки по реставрации. Более 10 рукописей уже отреставрировано. В этом направлении идет последовательная плавномерная работа. 8 февраля для них обычный рабочий день. Научный поиск идет всегда. И труд ученого – это каждодневные поиски и исследования. Именно по такому принципу и работают сотрудники ДНЦРАН. Хочу поздравить всех дагестанских ученых, всех исследователей с этим замечательным праздником. Пожелать им дальнейших успехов в науке, благополучии, счастья и творческих успехов. Луиза Раджапова, Салман Китихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. О спорте. Завтра в Махачкале стартует Нью-Йоркское первенство Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе. За путевки на чемпионат России поборется более 40 дагестанских классиков. Их подготовка к турниру уже вышла на финишную прямую. На заключительной тренировке борцов побывал Курбан Рагимов. Традиционная разминка, растяжка и отработка приемов. Это последняя тренировка сборной Дагестана перед первенством СКФО. Большие нагрузки уже позади. Остается только выйти на ковер. Настрой, как в прошлом году, так же боевой. Только на первое место. Нужно добраться на чемпионат России и там проявить себя. Там самый главный старт. А дальше уже как получится чемпионат Европы, мира. Будем стараться. Сегодняшняя тренировка в Спартаке проходит в формате мастер-класса. Руководит процессом Николай Монов. Старший тренер сборной России знакомится с претендентами на попадание в национальную команду. В целом Кавказ и в частности Дагестан – это замечательная база будущих победителей. Потому что именно вопрос в материале, в наших детях, они здесь именно идут в борьбу для того, чтобы становиться чемпионами. В отличие от всех других регионов, которые занимаются многими видами спорта, просто ради занятий. А здесь все идут в борьбу для того, чтобы становиться чемпионами и сильнейшими. Заслуженный мастер спорта показывает приемы и внимательно следит за их выполнением, исправляет ошибки. Это не первый приезд титулованных классиков в республику. В прошлом году здесь же тренировку проводил Александр Карелин. Такие мастер-классы призваны вывести греко-римскую борьбу на новый уровень. Это не только показ приемов и популяризация определенного вида спорта. Это и общение с легендарными спортсменами, которые добились многого в спорте. Те люди, которые и объясняют ребятам, что самое главное – дисциплина, без дисциплины. Ничто не продвигается вперед. Он показал перевод рывком за руку, пятибалли, морок и, впрочем, другие. Кто привел тебя? Меня? Папа. Ты какую награду хочешь выиграть? Я? Золотую. Чемпиона мира Европы, России? Чемпиона мира. К нам приезжал Александр Карелин. Что он показывал? Он показывал... Ну, с портера нам показывал разные приемы. Показал, как правильно тащить. Понравилось? Хотели бы, чтобы еще приехал? Да, хотели бы, чтобы много-много разных приезжал в Дагестан, чтобы набирали молодые опыты. За день до первенства СКФО его участники оттачивают технику и тактику, сбрасывают лишние килограммы. Сгонка веса для спортсмена – дело привычное. Готовился в этом зале. Сейчас приступил к весогонке. Последние килограммы остались. Сколько килограмм? Вот последние 2 года 4 килограмма было. Тяжело дает? В прошлом году было чуть полегче. Сейчас вес поднялся. В этом году тяжелее уже. Ради чего все это весогон? В прошлом году дагестанские классики выиграли общий командный зачет первенства. В копилке сборной было 4 награды высшей пробы. В этот раз борцы сделают все, чтобы повторить свой успех. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну и к этому часу все. Смотрите нас в Ютьюбе и в Инстаграм. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok